С вами Олег Аллафгудин и в нашей Академии Интересно-Ориентированных Практиков мы проходим блокады и метод сухой иглы. Дело в том, что по поводу мышц я уже рассказывал, если у меня есть какой-то спазм, то мы можем действовать массажем, мануалкой, миофасциальный релизинг МФР, триггерные точки прожимать. Все способы хороши. Их еще больше есть. Можно огнем поджигать, скребком с крестей, гуаша. В общем, много способов. Сейчас мы рассмотрим триггерные точки. Как правило, мы прижимаем, где крепится мышца с одной стороны, с другой стороны и по центру. Ну, может там еще три-четыре места, если мышца длинная. Создается эффект шланга. То есть кровеносный сгусток мы как бы зажали. Он накапливается, накапливается, потом отпустили и он пробивает как бы вот эту пробку. Ну, массажем, соответственно, это растирается все, да. Релизингом в основном воздействие на фасции. То есть фасция выглаживается, спрямляется. Фасции тоже бывают, склеиваются, скручиваются. Тоже у них могут быть напряжения. По сизиметрической релаксацией то же самое можем сделать, да. Это на растяжение мышцы напряглись, статическое напряжение. И на сжатие мышцы напрягли, статическое напряжение. Потом идет релизинг, расслабление. Пиры это почти то же самое, что точки триггерные. То же самое. На вдохе задержка дыхания делается. Нажали, да боль, чтобы была боль. Давим, давим, давим. Можно палочки использовать специальные, да. Можно пальцы использовать, можно локтем надавить. Ну, смотря где какая мышца. Иглотерапия ставится сюда же. Вот черно нарисованные иголки. И они поджигаются. Поджигаются. Это ставятся моксы. Вот такие вот сигаретки полынные. На иголочку одеваются. Поджигается. Игла у нас получается теплопроводная. И по ней опускается вниз тепло. Прямо в эту триггерную точку. Сейчас даже продемонстрирую. В триггерной точке мы находим пальпацией. Просто щупаем. Тут, наверное, йодом остались. А, не остался, йод уже впитался. Например, в плече. Я приблизил локт. Нормально. Можешь рисовать. Вот нащупали, где у нас эта мышца идет. Допустим, вот эту. Вот, по ее ходу. Примерно через два пальца. Это почти там 3-4 сантиметра. И до места крепления здесь. Ну, получилось, допустим, четыре точки у нас, да? Значит, берем иглу. Одеваем мокс вот такой по центру. Видно, да? Все, естественно, надо сначала обработать спиртом. Спирт у меня медицинский налит в яркую, соответственно. Яркий пузырек, да? Чтобы, ну, как раздражающий цвет, чтобы не перепутать спирт с водородом, там, в чем-нибудь еще, да? Спиртом просто для обеззараживания. И жировую основу там убирает, которая может нам помешать. В общем, все обильно смазываем. Руки тоже проспиртовали. Продышали. Спирт уничтожает до 80% оболочек вирусов. Протыкаем прямо в этом, у них точки остались, да? Прямо в этом мышце. Самое главное, проткнуть кожу. Ой, что-то не протыкается. В каком движении, как? В расках. Можно на мне. Попробовать? Ну, конечно. А, на тебе? Да, что такое? Ну, да. Курин-модель сегодня. Что-то не протыкается. Ну, давай-то, вы смотрели туда. Ну, наверное, просто сейчас. Давай, только смазали, а не засосал. Давай тогда иглы одноразовые выкидываем сразу. Просто хотел на себе прогоносировать, что это не страшно, не больно. Как-то многие пугаются. Сюда же локоть уже. Острые предметы. Да, тут просто смотрите. Есть трубочка вот у этой иглы. Она для того, чтобы именно проткнуть кожу. Развинись. Сейчас я тоже спиртом обработаем. Йод закроем. Давай так, чтобы на свет. Видно, видно. Было, наверное, лучше было. Так лучше, да? Угу. Идеально. Нет, еще разверни, как было. Вот так. Все, все. Главное, мышцы не натягивают. Могут, больно? Нет. Ну, они пучками идут, вот так, да? Вот какой-то пучок, например, находим. Для демонстрации вот этот пучок, да? Угу. Смазали его спиртиком. Игла в трубочке, чтобы проткнуть кожу. Вот, прицелились. И вошли в кожу. Все, венчивается вот так. О-о-о. Плачет, что-то плачет, что-то плачет, что-то плачет. Пожелезно. Ага. Слишком тонкие иглы. Что-то не проходит. Давай другую попробуем взять. Вот у него вот этот вот зажим, да, голубой. Просто снимаем его. Самой иглу прижимаем, чтобы она не выпала. Вот они же вот так раз. Чик. Вошли в кожу. И дальше вот за ручку держим. За металлическую часть желательно не держать. И венчиваемся. Иглу в новую купил, что-то мне не пропалил. Ну ладно, руки я смазал спирсом. Попробуем рукой помочь. Пошел, да? Да. Вот, смысл сухой иглы. Раздразнить мышцу. То есть берем, не вынимая из кожи. Мышцы захватили, да? И ее вот так, несколько раз туда-сюда раздражаем. Под разным углами можно. Либо, сдвинув мышцы сюда, продавили. Сдвинули мышцы посередине, сдвинули мышцы сюда и тут продавили. То есть мы делаем как бы микро-такие надрезики на мышцы, да? Организм понимает, что там что-то не так. Начинает гнать туда кровь и восстанавливает новую структуру, новые волокна. Сращивает. Также то же самое можно делать и шприцом. То есть у шприца игла тоже как сухая игла, без инъекции, да? Воткнули и так же проработали, раздразнили эту мышцу. Особенно вот грушевидная мышца, все седалищные вот эти вот истории наши, да? Тоже можно раздразнить. Надеваем мокс. Слишком тяжелый, да? Слишком тяжелый. Слишком тонкая игла. Ну, ладно, это я купил, просто новые иглы. Они оказались... Они оказались сколько? А, 0,2 мм. Обычно 0,3 бывает миллиметра по толщине. 0,2. Так. И есть еще один способ. Это вот аппарат с микротоками. Ну, включаем двоечку, например, да? Максимум не будем включать. Держим. Сделает? Ммм, не чувствую. А, ну, сейчас, наверное... Да, повыше сделаем. О, да. Видите, мышцы? Да. Нет, потому что у меня в палпальпорца. Попоменьшили. Мышцы сокращаются, мышцы сокращаются, вот он дергается, да? Он дергается, посеверно ее отпускает. Криво видно плечом. Так, это второе... Да, да, почти нет? Да, неприятно. Так, выключим аппарат. Так, это второй способ. Так, это второй способ. И третий способ. Это когда пойдет тепло. Иглы же теплопроводные, металлические. Полыньный мокс, ну, такая сигаретка, она дымится, тлеет потихонечку. Полынь, кстати, окуривает помещение, так что, в принципе, этот запах даже полезный. Даже, говорит, звук духов, весов выгоняет полынь. Ну, пока еще не прошло тепло, да? Ну, пока идет тепло, мы поговорим про остальные методы, да? То же самое, вот, например, нужна длинная игла, эта вот 12-сантиметровая, да, чтобы проникнуть, например, в седалищную кость. В седалищную нерв, через группу больших мышц ягодичных, там, небольшая ягодичная и грушевидная. Грушевидная вот идет отсюда, от крестца крепится к верцу, да? Вот примерно по центру, как раз мы попадаем в седалищную нерв, которая идет дальше вдоль ноги. Значит, в нее прямо втыкаем углу, вот такую, да? Также можно ее проработать, ну, бывают клеммы такие ставятся, током, да, или вот такой ручкой. Пробили током, да? Также игла может быть инъекционная, то есть ток потолще, да, она получается. Вот эти иглы инъекционные. У них толщина 1,1 миллиметр. То есть достаточно они толстые. Да-да-да-да, подыхает. Здесь лежал, да? Так, что-то потерялось. Нет? Нет, отдельные 2, я вытащил. Ладно, еще одна вытащил. Сошприца? Ну, снимешь сошприца. А, вот она. Ну, классические иглы обычно 4-6 сантиметра в длину, да? Это маловато для ягодицы. Ну, вот, видно, что она достаточно толстая, да? Значит, мы ее вводим. Проработали током. Проработали самой иглой, прямо вот так по мышце проводили, да? Не выходя из кожного покрова. Не выходя из кожного покрова. Сейчас я вам покажу. Так, пошло тепло? Да. Врубка, да? Покажи. Вот уже идет тепло в мышце, да? Мышца согревается. Еще раз показываю способ. Значит, вошли иглой. Вот эту мышцу, да? Мышцу мы держим. Волокно мышечное. Вошли в него и проработали, не выходя из кожи. Вот так вот внутри, под разными углами, вот эту мышцу разгразнили. Это первый способ. Веерный такой, да? Веером. Второй способ. Это мы ее сдвинули, нажали, сдвинули, нажали, сдвинули, нажали. Потом оставляем катетер, да? И самим шприцом, ну, я беру побольше шприц. Это уже про инъекции пошла речь, да? На 5 кубиков. Потому что на 3 кубика это маловато будет. Можно еще и на 10 кубиков взять, чтобы препараты там все смешать. И не вынимая иглы, мы вставляем первое средство, потом второе средство, третье средство, да? В одно и то же место. По идее, можно проколоть всю мышцу, да? Так же, вот как я нарисовал на себе, через 4 сантиметра примерно, да? Здесь укол, где начинается мышца, где крепится здесь, здесь и здесь место крепления мышцы, да? Одна игла, она быстро тупится, да? И по идее, хоть мы спиртом работали, но многие вот, прямо если с медиками поговорите, да? Они говорят, что все равно на коже остается какой-то там налет, какие-то там бактерии бывают, да? Поэтому если бы отсюда вытащили, то в следующий прокол меняете иголку. Поэтому я их закупил, целую пачку, вот эти вот 100 игл, вот этих, да, чтобы менять. И, соответственно, вкалываем вот эти средства. Средства у нас колятся по мышце, то есть есть блокады, сейчас уже есть блокады, да? Мышечная, нервная, суставная, эпидуральная и костная. Эпидуральная, вот я зачерпнул, да? Эпидуральная, это прямо спиной мозг колется, но это очень опасно. Надо понимать, где он заканчивается, мозг. Где-то у второго, у кого-то у второго поясничного позвонка заканчивается, у кого-то у третьего. У кого-то человек, у первого заканчивается мозг, да? И она бывает разной длины. Да, эпидуральная блокада, она подразумевается, где закончился кожух, в котором ликвы находится, да? Спинного мозга. Там дальше нерв распродается на много нервов, такой конский хвост, который идет вниз, внутри вот там идет. И вот у челя, видите, вот отсюда выходит. То есть можно уколоть в него, в конский хвост, но надо точно знать, что он уже здесь есть, да? То есть под рентгеном это делается, постоянный рентген, ты видишь, куда ты ввел. Так же выводится игла, вставляется и потом... Где-то он пропал-то опять. Снимается сам шприц, да? Набирается средство. С перчиком, который... А, вот с перчиком, да. То есть вот стоит игла, да? И так же шприц потом стыкуется и... Впрыскивается средство, инъекция. Но и сюда. Сюда вводится прямо вот так снизу, вот в эту щель. Тут есть такая щель, там вот сюда. Но это я не рекомендую, да? Самостоятельно делать. В принципе, рискованно. Один человек попал прямо в спинный мозг, и у пациента отказали ноги. Полностью там долго они судились. Да, шумиха такая была. Можно колоть в нервном сбоку. Сбоку это, соответственно, вот астистый отросток. Нащупали. Где больно, да? Как мы проверим боль? Между позвонками, атакую ладонью придавили. И спросили, здесь, не здесь болит. Тест. Потом следующее место. Здесь, не здесь. В общем, как правило, это 3-4 нижних сочленения, да? L5, 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 L3, L4. Где-то вот здесь чаще всего бывают грыжи, да? Или, если не грыжа, просто мы вот таким надавливанием сжали фасеточные суставы. Вот есть суставы, вот там, щели. То есть щели в таком случае, вот они, они горизонтальные. То есть мы их сдавили, эту щель, да? И если есть боль, то есть не в корешке боль, а в щели, то это значит артроз. Артрит, артроз там, спондилоартрит. Наша цель тогда, от этого позвонка, два пальца отступаем, и мы попадаем вот примерно рядом с корешком. То есть вот попадаем прямо в корешок. Если попали в корешок, быстрее отпустят. Если попали рядышком, да, не совсем в него, то, ну, подействуют слабее. Ваша блокада подействует слабее. Вторая цель. Попасть в сустав. Разворачиваем вот так вот, и тоже, вот два пальца отступили, да? И вставляем углу прямо вот сюда, в сустав. Вот, прямо в сустав. Третья наша цель. Это мышцы. Уже отступаем три пальца, и вот тут идет мышца, да? Спарывается брально мышцы, через четыре, через три пальца, примерно по четыре сантиметра, получается вот так вот. Прокалываем все мышцы, докуда болит. Допустим, вот до сюда болит, дальше не болит, дальше не колем. Мышцы шеи тоже. Вот так вот сбоку мы попадаем в мышцу, можно попасть вот сюда. Подержим. Вот так в мышцу. А можно попасть в сустав вот сюда. Угол. Под углом, ну как, ну где-то 45 градусов получается. Вот оси вот так 45 градусов, 60 градусов. То есть не по прямой, а сбоку, да, вот так. Шею по прямой мы не колем. Да. Нет, если по прямой, то ты в мышцу попадешь. А если хочешь в сустав попасть, то вот отсюда, сбоку. Если мы хотим попасть в сустав, например, плечевой, это лучше сидя делать, да, ну или там, даже на боку, просто для демонстрации. Нам помогает то, что все плечо держится на мышцах, плечевая кость, да. Поэтому вообще с любой стороны можно вот так, вот так, вот так, вот несколько уколов прямо вокруг сустава. К слову скажу, был у меня такой случай, женщина звонит, ой-ой-ой, мне надо срочно к вам приехать. Я такой, что случилось? Я каталась там на коньках и, короче, выскочила плечо. То есть она упала, вот так рукой, раз, плечо выскочило и повисло. Повисло, приходят слезы в глазах. Это навсегда, да, это можно вылечить. Ну, в общем, положил ее на бочок, была с мужем, слава богу, поддержка моральная нужна. И обколол, как бы, не полностью блокада, да, это полублокада. Во-первых, я обколол навокаином. Это вот, как бы, замороз. Подержи. Ну, конечно, что его рекламировать. Да, примерно получилось, это по 10 у меня, по 10 миллилитров, то есть где-то 20 кубиков вокруг всего сустава. Потом обколол кетановым, ну, можно вольтареном. Тут поменьше, тут, по-моему, по одному миллилитру, здесь 3 миллилитра. Заморозил, обезболил. Да, заморозил, потом обезболил. И убрал спазмы. Спазгана. Три препарата вышли, все остальные. Легко, а можно нож поищу? Ну, мне кажется, нож по-слабое. Нож по-слабое. То есть спазган сильнее. Да, ну, еще сильнее вольтарен. Как бы, смотрите, спазган, он больше для гладкой мускулатуры. В животе, там, менструальная какие-то там боли, вот, больше для таких, кстати. Для мышц все-таки вот вольтарен, деклофенак. Ну, петонов, петонал, там, в общем, что-нибудь такое. А, медокалм еще, медокалм тоже где-то есть. Другие здесь есть медокалм. Для мышц лучше вот медокалм использовался. Дал ей отлежаться, женщине, да, ну, где-то минут 15 пока подействует. Потом подхожу, она на боку лежит, так, на боку. Рука на подушке, то есть нам подушки в ходу очень нужны. То есть рука на подушке, чтобы не это, ну, не больно было, да. И потом мягкими движениями я завожу руку назад, даже без этих, без всякого науки. Завожу руку назад, она, чик, еще встала. Она под другим углом, чик, встала. Под третьим углом, чик, встала. Отпустила мышцы, замороженное плечо. Да, и даже без этих, без всяких крючков. Ну, давай просто на тебе покажу. Так, плечо у нас замораживается, да, при боли. Да, то есть вот оно лежало, плечо, вот так вот обкололы. Валек, еще раз покажи, как обкололи, задери футболку. Да, плечевой кость. Да, вот плечевая кость, а примерно отрубил, он такой квадратненький, да, и к нему крепятся мышцы как раз, да. Вот под ним получается. Вот здесь, по ходу всех вот этих мышц, вот так, кто вколол, но уколов у меня получилось где-то 15, что ли. Это навыкаин? Да, сначала навыкаин, потом кетонав, да, и медокалом. Ну, рядом, да, может, не прям все, чуть-чуть, 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 плюс-минут. Да, все равно там все смешается. Вот она лежит, лежит на подушке, потом я подхожу, и эту руку вот так мягко отвожу в сторону, и она уже встала. Потом дальше встала. Ну, и когда она уже встала, просто дальше под разными углами. Здесь подняли, вот таким углом подняли, вот таким углом вставили. Ну, уже вот эти мануальные приемчики такие. Не сильно это все делается, там буквально так чик-чик-чик, прям под локоток, так чик. Если у спортсменов улетает плечо, да, там уже посерьезнее, там уже надо человека положить на стол, чтобы рука отвисела, обкололи, опять в пятнадцатом подождали, да, и потом уже вставляется вот так вот. То есть, вам надо оттуда вытащить и вставить. Лежа и сидя можно. Смотри, куда вылицело, да? Вот таким ударом. Ну, это сейчас самый частый в этот случай. Да. То есть, оторвать от того, куда он сейчас сместился, дернуть его назад. Ну, обычно вбивают же, а это в обратную сторону. Да. То есть, плечо может выпасть вперед, может сбок, может назад. Но чаще всего вперед попадает, да? Значит, вот туда его вставляем. Ну, логично же назад. Ну, чуть-чуть, раз, вот, как бы, такое движение получается. Да. Собирает, и... Ну, то же самое с бедром, да? Если вот пришел человек, у него выскочил бедро, так же он ложится на стол. Ой, не буду показывать. Нога отвисает, да, бедро тянется. Да, что подержит? Ну, просто подержит, там, да. Обхалывается вокруг, соответственно, сустава, все. Уже можно, тут побольше уже препаратов можно добавить. Спасган, мавалис еще можно добавить, дипроспам можно добавить, сустав. Это если вывих. Вывих вообще-то страшная вещь, потому что к травматологу, ну, наклади назад, к травматологу лучше обратиться, если вы не хотите на себя там брать греха. Потому что когда вы будете ставить, ну, вы понимаете, вот мы, мануальчик, работаем с подвывихом. То есть это сустав повернулся, но не вышел из суставной сумки. Мы его допросили обратно, да. А вывих он вышел и зацепился за косточку. Соответственно, если вы будете ставлять, то сломаете кость. И потом там же связки надорваны. Надорванные связки. То есть человеку предупреждайте, что будет восстанавливаться еще месяца 4 ходить с костылем. А то и в гипсе надо, вот это место загипсовать. Так что еще 4 месяца надо будет ходить, когда прижидайте его. Или просто отправьте к травматологу. Вот. А если больно мышечная, да, то, соответственно, мы щупаем, где мышцы идут. Вот они, как правило, лучиками вот так вот. Вот так, нацелом-то, лучиками, да. Грушевидна ли эта мышца, тогда погрушевидна. Часто бывает средняя ягодичная мышца. Тогда вдоль нее вот прокалываем, да. Если используем дипроспан, то колем прямо вот отсюда в сустав. Вот так ногу положили боком, да, боком. Сустав, как бы, нам открылся. И вот колем вот отсюда под таким углом в сустав. Ну, то есть, чтобы открыт был сустав. Да, открыт был сустав. Дипроспан, я вам скажу, это такой гормональный препарат. Поэтому желательно избежать с ним укола, да. Особенно молодежи, особенно спортсменам предупреждают не делать уколы с детвора спама. Потому что этот человек потом пойдет на следующий день, он же рассасывается около месяца, да, ты говоришь. А человек пошел на следующий день, он, может, не послушал, да, и пошел тренироваться. На головой дорожке там, или там штангу поднимал. И у него мышца надорвалась и скатилась шариком. На дипроспан разрушается. Сустав, то есть, вот эта хрящевая ткань, она расслаивается. На УЗИ будет видно, что прям такие слоеный сустав стал, да. А вот пожилым людям, ну, вы понимаете, ну, что там бабушка, дедушка, она дома сидит, лежит, по большей части. Тем более, если болит, то вряд ли она куда-то ходит там далеко, да. То им можно, пока будет рассасываться, там уже все пройдет. Могут, предупреждайте, могут возникнуть всякие такие... Ну, ведь эта сосудистая система у каждого своя, да, какие-то реакции могут возникнуть. У кого-то, там, вот тут вся такой пот, ой, этот, маслянистый лоб становится, да. Это, кстати, да, маслянистые такие средства. У кого-то холодный пот, у кого-то давление, там, головная боль, ну, предупреждайте. Ну, потерпит человек головной бой, там, пару часов, да, но зато завтра будет ему легче. И про спам можно колоть до четырех раз в год. За один месяц четыре раза, ну, наверное, многовато будет, хотя бы там два раза, если в месяц колите. Он колется прямо вот в сустав, я уже говорил, да, желательно ближе к суставу. Вот в КПС можно уколоть вот сюда, прям. Вот сюда в ППС можно уколоть. Ну, в плечо, соответственно, вот отсюда. И колено, если колено стоит вот так под 45 градусов, прям, получается, вот оно открыто, да, под чашечку, вот сюда. Прямо в сустав. Прямо через крестообразную связку, вот туда. В мениск не попадем, в мениске сбоку. Вот посередине. Также вот сюда можно уколоть, да, по ходу нерва. Вот тут идет седальщий нерв, раздваивается, и получается, большеберцовый нерв идет вот здесь, да. Мы вдоль него прокалываем препараты для декаин сначала, потом спазмолитики какие-нибудь, да. Сюда вот дипроспам укололи в сустав. Или вот в этот сустав рядышком, да, укололи. И закрепили, можно закрепить мельгаммой, например. Мельгамма – это группа витаминов В. В1, В6, В12, В10, по-моему, еще какое-то дело. Это не важно. Ну да, это не важно. И человеку предлагаем еще выпить, если все, если мы используем за один раз много препаратов, там до 5-7 разных, да, то предлагаем выпить, как он называется, амепрозол, либо омес, да, но это одно и то же, либо еще лучше рабепрозол. Рабепрозол прямо 3-4 капсулы. Заглотили? Ну, давайте покажу. Вот, паузу ставь. Где пауза? Рабепрозол, он, как бы, получше, чем омепрозол. Ну, омес тот же самый. Так, это чтобы у вас не пошло воздействие на печень, не на желудок. Особенно вот эти гормональные препараты, они такие немножко страшноваты. Соответственно, если вы не попали в сустав, да, попали где-то рядом, ну, например, легла короткая, не дошла, да, все равно будет воздействие хорошее, да, ну, просто не настолько сильное, не настолько глубокое. Если вы там за месяц не попали два раза, да, то у вас осталось всего два раза в год еще раз попасть, постараться попасть, да. По себе скажу, вот, все проверил на себе. У меня заболела большеберцовая мышца. Я сначала не понял, что там это, думал, массаж надо сделать или еще что-то. Вот мышца хорошо видно, да. Вот это икроножная, вот камбаловидная, вот большеберцовая. Вот. Соответственно, вот тут идет малоберцовая кость, вот большеберцовая кость. Если мы прижимаем саму мышцу, то боль мышечная. Если прижимаем мышцу к костям, то боль нервная идет. Либо к этой кости, либо к этой кости прижимаю, да. Боль идет нервная. Но нервная боль, она немножко другая, она как бы жжет так. Ну, как кипятком как будто в этом, или токну что ли. И сейчас случилась боль. Ну, то есть сразу понятно, массаж не помогает, мне делали массаж. В общем, приехал ко мне чемпион мира по самбо и говорит, я придумал такое прибор, ну, приспособление, как накачать колени, суставы коленные, да, без приседаний. Потому что при приседании гравитация мешает, и колено там больше трется, да. На самом деле прибор, чем простой. Берется эспандер, через спину перекидывается. Сюда крючок цепляется, да. И вот я покачал ногу вот так вот 10 раз. А потом в обратную сторону. Вот так вот 10 раз. Сгибание-разгибание. Сгибание-разгибание. Просто все, кажется. Ну, я, по сути, считаю, спортом редко занимаюсь, да. У нас настоящая работа. А другую ногу я не качал. И утром я просыпаюсь и падаю просто от боли. Так схватил эту мышцу и держала целое месяц. Я не знаю, что целое месяц делать, пока не разобрался. Что все-таки помогут как раз эти блокады. Делаю я блокаду, соответственно, пятью препаратами вот этими вдоль мышцы. Ну, уколов было за один раз вдоль всей мышцы. Ну, наверное, 15 уколов. Пока одним средством, другим средством полностью уже не заполнится. И за месяц... Так, дипроспам. Дипроспам я использовал только в первый раз. Один раз. Потом все уколы без дипроспама. Еще раз повторяю, разрушаются все-таки мышцы и суставы. А, кроме дипроспама, есть же еще этот... Как там, где... Дексаметазон. Дексаметазон, да. Похожее средство. Дексаметазон даже, по-моему, мягче, да? А, нет, дипроспам мягче. В итоге, через каждые 5 или 7 дней я делал повторно инъекции, блокады, да? Получилось за месяц у меня где-то 4 или 5 блокад. То есть, месяц поболело, еще месяц проходило с помощью блокад, да? И теперь, тьфу, уже 2 года ничего не болит. Вот. Иногда подкалываю мельгамму, но это группа витаминов В. Можно вместо мельгаммы принимать внутрь. Либо покупаете, прям, есть такие шипучки всякие, там, таблетки, это группа витаминов В. Либо комбилипен, запишите, комбилипен. То же самое. Но, возникла вот такая штука, что, оказывается, у меня на группу витаминов В пошла аллергическая реакция. Анафилактический шок, слава богу, до этого не дошло, но был отек квинки. Это, вы представляете, это страшно, на самом деле. Во-первых, сразу весь розовый, покрылся крапивницей такой. Вся тела, зуд страшный, лицо чешется. И язык, распух язык, я глотать не мог, представляете, говорить не мог. Вызываю скорую, это, да, в этом случае можно вызвать скорую. Либо у вас должен быть сразу при себе адреналин. Одной ампулы достаточно адреналина, чтобы вколоть, чтобы прошел вот этот шок такой, да, аллергическая реакция. Куда угодно, можете в бедро вколоть, в ягодицу вколоть. Сразу вкалывать и там 10-15 минут, и все отляжет от человека. Ну, сначала, конечно, спрашивайте, есть ли у них аллергия на какой-то из препаратов. Да, препаратов много. Конечно, все их смешивать тоже тяжело для организма, да. Поэтому перерыв делается минимум 5 дней между инъекциями. А то и неделю лучше, чтобы они рассосались уже, да, и успели рассосаться. Ну, у каких-то людей еще синячки остаются, да. Ну, вот, смотрите, до 20 кубиков этого достаточно, чтобы, например, обработать ягодицу наукаин, да. Ягодица, смотрите, он действует быстрее, но немножко проще. Он быстрее подъездил, быстрее прошел, да. Это действует дольше и долго начинает, как бы, работать. Значит, боль может быть, например, в ноге из-за глушевидной мышцы, да. Прожали мышцы, проверили. Продавил сюда лишь нерв, да, но может эрадировать не всю ногу, да, а где-нибудь вот здесь. То есть мы проверяем, соответственно, середина бедра, сбоку бедра. Проверяем, вот тут она, получается, раздваивается нерв, да. Один проверяем по центру между икроножными мышцами. Вот на этой анатомической модели хорошо видно, видите, мышцы. Вот, прям между ними. Второй нерв пошел вот сюда, вот прижали его к кости, к малоберцовой кости, вот тут передавили, да. Есть боль, нету боли, да. Потом смотрим здесь, вот передавили кости и дальше вот пошли по мышце. Где боль? Вот, может, только тут возникнет боль, например, здесь нет, только здесь. Значит, только в это место и колем. Здесь укололи, если есть боль здесь, здесь прокололи. Если есть боль в ягодице, прокололи в ягодице. Дальше причина боли может быть не в мышце, а может быть какой-нибудь нервный корешок, где зажат. Или фаседочный сустав сдавился, да. Тогда прокололи, соответственно, вот здесь, по ходу большой ягодичной мышцы. Ну и смотрим, если поравистребральные мышцы тоже заспазмировались, да, то и по ходу поравистребральных мышц. То есть получается, видите, сколько много уколов, вот отсюда, потом нерв идет вот сюда и до большого пальца. Может прям вот большой пальцем полить вот сюда. То есть вот получается, ну тут вот по всей ноге есть укололи. Я-ка еще раз большой палец покажу. Вот здесь вот. Вот сюда колем, да? Вот сюда, между, получается. Между. Между, да. Сюда колем. И вот сюда. И голеностоп, да, вот так или к нерву, соответственно. Это мы каждый препарат по столько раз укололим? Да, каждый препарат, да. Значит, первый препарат у нас, ну я рекомендую просто разделить на 15 минут, на локаин или лидокаин. И 15 минут ждем, чтобы произошла заморозка. 15 минут подождали, пошли колоть дальше. Вольтерен, можно смешать с кетанолом в одну, можно с лидокалом смешать. Мовалис отдельно колется. Вот это все можно смешать. Да, и со спасгамом даже, да. Спасгам болюче такой укол. Вот это все можно смешать в один шприц. Смешали. Заменили. Ну, еще, допустим, пока вы будете колоть, там уже пройдет 15 минут, да. Пока эти все уколы вы сделаете, как раз вот 15 минут проходит. И потом можно добавить, ну, как бы для закрепления, малалис. У нас вот прошло, уже можно добавить малалис. Дипроспам так же можно в конце, ну, это ближе к суставу, я уже говорил, да. Получается сколько препаратов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть препаратов получалось. Олег, подожди. Поняси мне, что ли? Ну, что-то написано. Не, а сейчас запись идет. Ну, я... Запись продолжается. Так, значит, по поводу Мельгама я уже сказал, да, что у меня на нем была аллергия, да, поэтому не всем рекомендуется. Ну, кому-то, кто-то любит, прям, для закрепления, чтобы мышцы, да. Питание для мышц. Вот, так что с этим тоже поосторожнее. То есть вот эти препараты поосторожнее с нами. Мельгама не смешивается с другими препаратами в один шприц. Она-то сразу вспенится, да. Красненькие такие капсулы. Ну, вы видели, наверное, да. Красные с белым не смешивают. Да, красные с белым не смешивают. С желтеньким. Значит, чтобы не смешивать, я обычно беру, либо другую углу заменяю, да, а сам вот шприц процеживаю воздухом, да, чтобы убрать все капли другого препарата. Может просто другую шприц взять и все. Ну, либо, да, берется другую шприц. И кольца мельгаммы. Так. Последняя очередь получается. Да, мельгамма в последнюю очередь. И для закрепления человеку предлагается еще самому уже там в течение этой недели, пока до следующей блокады войдет, да, помазать долги, террафлекс, постум гель. Ну, что там у нас? Голобей. Голобейни гель там, да. Ну, в общем, все. Любое средство, да, с ивупрофеном. О, топливо пошел летать. Лица топлива. Так. Вот, адернолин это просто про запас, мало ли там, на какой-то случай будет, да. И предлагается мазать. Про иглы поняли, сейчас попробуем все друг на друге. А, иглы, да. Значит, вот я сейчас рассказал, что я шесть препаратов, да, или семь проколол от сюда до сюда. Но бывают меньше случаев, когда, так скажем, полблокады делается. В первый раз, да, по максимуму делается. Второй раз вы можете половинку только сделать. Допустим, здесь уже не болит, значит, только голень прокалывается. Только голень. Вот этот участок. То есть, где болит, туда прокалывается. Да, только где болит. И тогда уже можно использовать буквально там один-два препарата. И вот, наукаин. Три препарата, допустим, использовать и все. Это все смешиваются между собой. Да, эти все можно смешать между собой. Так. Так, сухая игла. Так же. Вот смотрите, где мышцы, да. Покололи мышцу, не выходя из кожи. А, кольца препарата тоже. Значит, инъекции. Делается в мышцу. Вот, вошли, вкололи. Не выходя из кожи. Еще раз кололи. Угол заменили. Вкололи. Ты вроде говорил это. Угол заменили и вкололи. Это я говорил, когда мы с сухой игру работали, да. А теперь инъекции тоже так, не выходя из кожного покрова. С разными углами. Веер образ. Веером, да. Так. И, соответственно, нюанс такой. Ампулы стеклянные, да. И если вы до конца пробиваете, ну, шприц втыкается, да, то у него загибается кончик. Игла-то мягкая, да, загибается кончик. И прокола ваши будут болезненные, как бы царапать кожу. Поэтому, ну, как показать-то, давайте новую игру поставим. И я покажу. На паузу? Да. Ну, вот возник вопрос, да, можно ли их все смешать сразу и потом оттуда шприцом забирать. Да, можно, да. Вот здесь буфус, например, такой, да, или из-под физраствора, да, баночка там, прям с физраствором, да. Все это смешали и оттуда потом всасывается, да. То есть без иглы, да, игла уже стоит, а вы оттуда все в себя всасали и вставили. Да, можно, можно так сделать. Вот просто нюанс по поводу беречь иглу. Иногда они вставлены бывают плохо, да, тогда вы обязательно его прижимаете, чтобы не выпала сама игла. Бывают они там свободные. Открываем буфус. Ну, все, в перчатках, конечно, спиртом сначала обрабатываем. Это я уже молчу, потому что понятно, да. Я про то, чтобы кончик иглы не загнулся, да, вот в стеклянном препарате. Держите под углом и прижимаете его, у вас получается, это... К стенке. К стеночке нижней, да. Лужица такая внизу получается, а то, как вы высасываете. Ну, соответственно, там все пузырьки вот в центр подводим. И выдуваем их, чтобы не было вот. Игла готова. Шприц готов. Сейчас отработаем на живой натуре. А если вы не с нами, то вы много теряете, вам лучше приходить здесь. Будет с нами в Академии Целесно-Ориентированных Практиков. И мы вас все научим, все покажем, все отработаем. И вы готовым специалистам с повышенной квалификацией уйдете в работу своим благодарным клиентам. До новых встреч, друзья!